Всех приветствую на своем канале. Их карьера шла в гору, но в какой-то момент они исчезли из поля зрения режиссеров, а потом и из памяти зрителей. Сегодня мы вспомним о нескольких незаслуженно забытых советских актеров. Вера Ивлева, известная актриса второго плана, прославившаяся небольшими, но заметными киноработами. Ивлеву называли актрисой яркого комического дарования. За годы своей творческой деятельности она создала массу незабываемых кинообразов. Сниматься в кино Вера Александровна начала с середины 60-х годов. Среди ее наиболее заметных киноработ отдельно стоит отметить следующие. Сказка о царе Салтане, черт с портфелем, 12 стульев, мама, когда я стану великаном, жил-был застройщик, за спичками, спортлото 82 и другие. По словам коллег, на протяжении всей жизни Ивлеву преследовал злой рок. Несколько раз она оказывалась под колесами автомобиля. Первый раз по собственной вине, актриса переходила дорогу в неустановленном месте. В результате она получила многочисленные травм и переломы. После второй аварии у Ивлевой стало развиваться нервное заболевание. Кроме того, на протяжении многих лет она страдала от астмы и малокровия. Третье ДТП стало для Веры Александровны роковым. 8 января 1999 года на огромной скорости актрису сбил автомобиль. Желая скрыть следы преступления, водитель спрятал тело актрисы в лесополосе. Ивлеву нашли только в начале весны, когда снег оттаял. Ее тело было изувечено бродячими собаками. Виновник ДТП так и не был найден. Вера Александровна похоронена на Машкинском кладбище в Химках. В течение длительного времени ее могила была заброшенной. О ней никто не вспоминал. И только в 2012 году неравнодушные люди привели ее в порядок, поставили оградку и надгробие. Ирина Мурзаева. После выхода на экраны комедии «Сердца четырех» Ирина Всеволодовна проснулась знаменитой. Не менее яркими стали ее следующие киноработы «Близнецы», «Анна на шее», «Серый волк», «Когда казаки плачут», «Девочка на шаре», «Двенадцать стульев» и другие. В кино Мурзаева исполняла преимущественно эпизодические роли. Несмотря на это, она была одной из самых узнаваемых и востребованных актрис своего поколения. Ирину Всеволодовну называли одной из наиболее популярных комических старух советского кино. Талантом Мурзаевой восхищалась сама Фаина Раневская. За более чем 40 лет работы она сыграла 60 с лишним ролей. 3 января 1988 года Ирины Всеволодовны не стало. Актриса похоронена на Донском кладбище. Борис Сморчков. Визитной карточкой Сморчкова на долгие годы стала роль электрика Коли из оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит». В дальнейшем Борис Федорович снимался в основном во второстепенных ролях. Вся творческая биография Сморчкова была тесно связана с современником, на сцене которого он сыграл свои лучшие роли. 10 мая 2008 года Борис Федорович ушел из жизни. Актер упокоился рядом с родителями на Выстряковском кладбище. А вы помните картины с участием этих талантливых актеров? Пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.